Бел-телерадиокомпания и воен ТБ до Дня Незалежности Беларуси рыхтуют премьеру. Фильм под названием «Вызволение». Сдымки одной из часток проходили у нашей области Калявецки-Старое село в Ветковском районе. За процессом назирала Ганна Корольчук. Фильм под названием «Вызволение» будет складаться с четырех серых. В Ветковском районе проходили сдымки третьей. Выбор локаций связанный не с сюжетной линией, а с техничной необходностью. Потребные для сдымок танки и боевые одинки находились у Гомельской области. Транспортовать их у столицу довольно складано. Тому сдымочная пляцовка переехала до вёски старое село, умалевничая место на березе в озеро Чечель. Побыч поле, лес, вода и ускрай на вёски с дравляными хатками. А кроме доброй картинки, продюсеры робят ставку на моцный сценарий. Самый главный процесс и самый длительный – это подготовка к фильму, к любому фильму. Он занимает по-разному. Допустим, к этому фильму мы готовились год. Вот примерно год. Наши сценаристы, авторы работали в архивах, искали интересные истории. Когда это всё было найдено, сплелись эти все истории, естественно, в сценарий, в интересный сценарий. Над сдымками фильма працуют команды Белт или радиокомпании «Воен ТБ». Роли выконывают у дельники клуба военно-гисторичной реконструкции «Гонор Мундира», которые приехали из всех регионов Беларуси. Зараз они показывают период оккупации. Группа карников едет до одной из местовых вёсок. Для опытных реконструкторов у новину уживаться в роли полицая, а так само узнавлять костюмы для мирных жахаров, женщин и детей. Про вынеки судить глядачам, однако на наш погляд, вот этот юный актёр, якому я ещё не вспомнилась и трёх годов, выглядая вельми правдоподобно. Вся техника у нас символизирует ту технику, которая была. Многая техника была и немецкая давали, но части, захваченные, переделали именно полицаям. Различно давали и советское оружие, и также советские какие-то единицы, которые остались ещё. Поэтому всё, что у нас есть, мы максимально стилизовали под данный период. Ребята подошли с энтузиазмом, потому что мы не реконструируем самих полицаев, всех карателей. Но подошли к вопросу, почитали немножко литературу, посмотрели фотографии. Премьеру «Стушки вызволения» покажут на телеканале «Беларусь-1» напереды Дни Дня Незалежности. Ганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель» Зветковского района.